Привет, камрады! С вами Киномак, и сегодня я расскажу вам о фильме 2003 года, Похититель костей. Натыкаемся на кости, и приступаем. Пустыня Намиб, Африка, ученые фиксируют странную геологическую активность и недолго думая решают исследовать регион. Они обсуждают появление огромного кратера в 6-7 километрах от них и отправляются посмотреть. Прибыв на место, они обнаруживают целую глыбу песчаника. Чтобы взять пробы для изучения, один из ученых нарушает покров кокона, тем самым потревожив нечто притаившееся внутри. В следующие секунды крик и кровь, существо выбравшись наружу разрывает незваных гостей и отправляется блуждать наружу. Ванкувер, Британская Колумбия. В лабораторию поступает сигнал об аварии, нарушена система в антарктическом модуле. Температура в модуле стремительно падает, но опытный технарь ЗАК эффективно устраняет неисправность, и начальство отправляет его в Африку. Из пустыни, как раз поступил заказ на системного аналитика. Мы переносимся на другой континент, проделав нетривиальный маршрут, новоиспеченный африканец прибывает в колыбель цивилизации. Там его встречает загадочный местный житель, а через некоторое время за ЗАКом приезжает машина. После долгой дороги они прибывают в частное горное предприятие Иланд. На входе он проходит досмотр, сотрудница Микаэль проверяет его документы и вещи. Не обошлось без казуса, девушка находит у новоприбывшего целую ленту презервативов. Парень судя по всему оптимист. Также он привез с собой Чарли, подземного робота-анализатор. Скучающий начальник кажется не прочь покрасоваться, и старый кобель Джон провоцирует девушку, засунув ее дневник себе в штаны. Карлос вступается за даму, усмиряя мажора в стиле Зидана. Микки спокойно забирает свое, отметив, что в защите не было необходимости. Зака сразу берут в оборот, и девушка рассказывает ему о пропаже исследователей, и они, погладив носки, собираются в путь. Для выяснения обстоятельств они грузятся на экспедиционник. Отношения в команде и напряженные, Зак замечает, что многие прихватили с собой оружие. Девушка объясняет, что в прошлую поездку произошло нападение повстанцев, которые охотятся за алмазами. К одному из ребят, афроамериканцу Тита, подходит шаман, он проводит над ним обряд, что-то вроде благословления и дает с собой загадочный амулет, очевидно какой-то амулет местного религиозного культа. Спустя какое-то время пути, под палящим солнцем, они находят пустой брошенный грузовик. Неподалеку от машины два скелета, вернее то, что осталось от тел, лишь разбросанные кости, лишенные плоти. И только по остаткам одежды, они понимают, что это искомые исследователи. Но одного ботаника, по имени Харви, так и не удается найти. Тита окликает ребят, он нашел очень странные и неестественные следы, которые приводят их к не менее странному месту с оккультными предметами, похожими на амулет Тита. Мужчина явно что-то понимает, и сообщает, что лучше всем уходить, и что символизм предметов это не оккультный ритуал, а скорее предупреждение. Карлос телеграфирует на базу о произошедшем с учеными, начальство отзывает бригаду, но он решает найти последнего, следы Харви еще видны на песке, и они направляются дальше. Через некоторое время они обнаруживают Харви. Это не тот труп ребята, а Харви где-то там. Карлос еще сомневается и до сих пор не может поверить в то, что ученых укокошили, но Шерлок Холмс с Ватсоном точно ставят диагноз, указывая на протез на ноге, который так любил носить Харви. Темнеет и они решают разбить лаги. Зак так и не может уснуть, размышляя над событиями дня и решает немного отвлечься, посерфить на дюнах. Микки тоже не спится, она выходит к парню чтобы поделиться переживаниями, девушка приносит радар который не перестает сигналить, парень говорит, что он еще нуждается в доработке. Они мило общаются пытаясь узнать друг друга получше, девушка свободная, а Карл, который так истово заступался за нее, это бывший парень, их больше ничего не связывает. Зак тоже Холост, ведь он постоянно занят работой и на личную жизнь как-то времени не остается. Стоило Микки ненадолго отлучиться, а парню погрузиться во влажные фантазии, срабатывает чуткий датчик, сигнализирующий о контакте с непонятной биологической субстанцией. Над парнем нависает тень, это было настоящее чудовище. Зак кричит, бежит к траку и будет команду спелеологов. Конечно существо исчезает, а коллеги высмеивают парня и не воспринимают его всерьез. Микки обнаруживает, что Кости Харви пропали. Карл обвиняет во всем Зака, подозревая его в происходящем. Но Зак все отрицает. И тут в разговор вступает Тита. Он рассказывает древнюю легенду о божестве Эзикулу, матери Песков. Она опасна, сеет раздор между людьми, брат идет на брата, отец против сына. Люди гибнут, она поглощает их жизни и в этом ее бессмертие. Снова срабатывает сигнал на радаре, следы ведут выше, но Магда отказывается ехать. Она не хочет ставить миссию под угрозу и планирует дождаться рассвета. С первыми лучами они продолжают свой путь. Через некоторое время, ребята останавливаются у Дюны, чуткий приборчик Зака сигнализирует, что нечто уже рядом, и они пешиком пытаются догнать его. Забравшись на Дюну и прицелившись, мужики изумляются увиденному. Карл выхватывает ствол с оптическим прицелом, прицеливается, и дожидается пока монстр замрет. Он стреляет, но вместо того, чтобы сдохнуть, монстр просто рассыпается и исчезает. Добежав до твари, они обнаруживают лишь горстку костей, ту самую что пропали. Зак в шоке, Курт складывает кости Харви в свою кофту. Карл шутя говорит, что только Титу сможет это понять. Зак обращается к коллеге-африканцу. Титу рассказывает, что когда он был молод, один из пастухов ушел и не вернулся. Через несколько часов нашли его голый череп, кости были найдены также без плоти. В его деревне, где он вырос, это называют Эзикулу. Так ничего и не решив, банда собирается уезжать, но внезапно в телеге что-то искрит. Поспешно катапультировавшись, механик устанавливает, что тачке Хана, накрылась проводка. Курт сообщает, что починить в данных условиях он не может, они пытаются связаться с базой. Рация как назло не ловит сигнал, скорее всего коротнула вместе с грузовиком. Через несколько дней Зак начинает паниковать, но Магда успокаивает ученого, выдавая ему экстренный доширак. Припасы тем временем начинают таять, как снег по весне, и вся надежда теперь на командный центр. Они надеются, что в штабе не будут тянуть с эвакуацией и вскоре их найдут. Курт выкладывает кости из своей кофты в ящик, и надевает ее. Друзья удивляются, как ее можно после такого носить, но Курта видимо это не особо смущает. Ночью они сторожат по очереди, Тита сменяет Курта. Он идет кутаться в спальный мешок, радар начинает сигналить на максимум. Тита озирается, но вокруг ничего не обнаруживает. Когда он подходит к мешку с Куртом и зовет, тот не откликается. Расстегнув мешок, он ужасается, а кровавленный парень кричит в агонии. Тита зовет ребят, но субстанция атакует и его. Слишком поздно отдернув руку, он понимает, что остался без маникюра. Карл обстреливает мешок с Куртом, но твари выползают, и потоком надвигаются на них. Стрелять бесполезно, Карлос обливает площадку бензином, чтобы поджечь, но Магда останавливает его, приставив пистолет. Это слишком опасно и могут взорваться все. Внезапно жуткий поток отступает и уходит. Они всей бригадой пытаются спасти Тита. Зак разливает вокруг машины бензак, как вдруг обнаруживает совсем близко силуэт чудовища. Карл стреляет в него, но существо распадается на сотни насекомых и останки костей, и затем начинает снова собираться в одно целое. Карл пытается добить пришельца, но Зак останавливает его, существо удаляется. Парни дерутся и Микки разнимает их, взывая к разуму. Зак твердит, что это существо надо изучить, это какая-то неизведанная система. Тита тем временем приходит в сознание и в отчаянии говорит, что оно всех порвет. Зак пытается понять, что это за существо, что оно ищет, и как у него получается так эволюционировать. Чтобы выжить, они планируют вступить в контакт с монстром, и на следующий день, вооружившись бензаком, оружием, и сканером планируют напасть на странную сущность. На следующий день они идут по пескам и Зак перехватывает непонятную метрику, он останавливается у безымянных костей и его осеняет. Меж костями бегают муравьи и муравийная кислота в большом количестве уничтожает жертв. Не успев развить мысль дальше, напарник на горизонте замечает облако песка, надвигается песчаная буря. Они пытаются убежать, но пески настигают их. Спустя какое-то время они поднимаются засыпанные песком, все живы, но канистра, которую они взяли для самообороны, почти пуста. Аппарат Зака сломан, темнеет, а идти еще долго. Они вынуждены остановиться на привал, Зак разливает остатки бензина и комрады садятся вокруг дерева, соединившись руками. Мучаясь от холода, они слышат странные звуки. И перед ними возникает чудовище с лицом Магды. Оно сожрало женщину. Из ее рта выплескивается поток насекомых, это муравьи. Они не решаются напасть, побродив вокруг, чудище растворяется. На утро, друзья просыпаются, услышав звуки рации. Грузовик где-то рядом, они идут на сигнал. Зак находит яму, берет фонарь и спускается внутрь. Микки и Карл следуют за ним. Внутри они обнаруживают гнездо, и наконец до ботаника доходит, что муравьи заменяют плод чудовищу, а кости нужны, чтобы иметь структуру. Таков способ выживания, их гнездо было разрушено и поэтому они ищут другое место гнездования. Сердце колонии, королева. Чтобы кошмар закончился, нужно найти ее и уничтожить. В это время, приезжает Джон и без суда и следствие обвиняет спелеологов. Он считает, что они виноваты в произошедшем и что они свихнулись со своей легендой об Азикулу. Он арестовывает их, обвиняя в убийствах и увозит. Карл бьет Джона по голове с ноги, они освобождаются. Зак хочет идти к чудовищу, чтобы изучить его и уничтожить королеву. Микки не очень рада такому решению, но делать нечего. Они едут на старую заброшенную шахту, где по их мнению оно будет искать гнездо. Джека они берут с собой, приковывают к траку. Мужчина кричит, что это они во всем виноваты, но он ничего не может сделать. Ребята идут на поиски твари, вокруг тьма, но у них с собой фонари и оружие. Зак находит генератор и настраивает свет в подземелье, слабое свечение, но лучше чем ничего. Спускаясь по лестнице, они замечают мелькнувшую тень. Тем временем существо наблюдает за ними, Карл замечает тень монстра, стреляет и бежит за ним. Чудовище загоняет его в ловушку, но на помощь вовремя приходит Зак, он отвлекает тварь, заставляя ее преследовать его. В погоне он обманывает монстра и тот падает в какую-то дыру. Тварь хватает Карла за голень и тот срывается в пропасть. Ребята решают не рисковать и уже спустившись Микки и Зак обнаруживают мозг муравьиной королевы. Центр управления всей этой системой. Девушка просит уничтожить яйцо, но Зак не может это сделать сразу, что-то останавливает его, он видит образы, но собравшись с духом, все же заносит нож и вонзает его. Стены шахты начинают рушиться. Микки с Заком с трудом выбираются оттуда, все кончено. Вернувшись к траку, они с ужасом обнаруживают останки Джонни, его тоже съели. Зак с девушкой прощаются, хотя расставание дается непросто, она уже прикипела к мужчине, спрашивает лишь, действительно ли он больше не приедет. Ответ мужчины неоднозначен. На прощание она вручает ему ритуальный амулет, как у Тита. Они целуются, и за ней приезжает такси. Местный житель поднимает глаза на парня произнося лишь одно слово. Спасибо, что досмотрели до конца, если вы тут впервые, рекомендую подписаться, это бесплатно, но здорово мотивирует нашу команду в создании подобных роликов. Увидимся уже очень скоро, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok